друзья всем привет и сегодня мы будем делать карпа горячим способом торчения вот такой у нас карпик вес его 3300 то есть карп такой классный такого бы на удочку потянуть вообще бы было супер сейчас мы его разрежем то есть по спинке вытащим все внутренности вытащим икру тут и у него очень много игры и будем засаливать засаливать будем в рассоле как делать рассол ссылочка в описании будет и сейчас я вам сделаю подсказку можете перейти посмотреть и как мы делали рассол ребят сейчас я его разделаю чтобы не занимать время ваше и включусь покажу что будем делать дальше так ну и вот ребята у нас карп мы почистили разрезали его по спине видим да то есть убрали жабры сделали вот такие вот кусочки чтобы он хорошо просаливался и хорошо потом у нас он прокоптился то же самое сделали и по хребту особенно внимание хребет прорезайте чтобы он хорошо просалился особенно вот тут хребту в принципе что все сейчас будем его заливать рассолом да буду его делать солить в рассоле то есть как дело рассол ссылочку я оставлю в описании и сейчас дам скину вот сюда вот подказку так солим дня то день-два думаю суд пускай сутки даже сутки если что я скажу сколько я солил вот сколько с него вышла икры то есть это можно завялить у меня есть видео на канале а можно поджарить у меня уже заверенной много икры и карася и короба то есть я думаю это мы сейчас пожарим и поедимся с детьми так ладно сейчас будем его засаливать так ребята солить буду вот такой вот это поддон от холодильника нижней то и сейчас мы сюда зальем рассол и она будет у нас солиться сейчас сюда я положу еще карпа которого должен коптить холодным способом копчения и пару карасей как коптить карпа холодным способом копчения именно таким как я сейчас делал балычком то есть я скину ссылочку в описании то есть вы увидите как я разделал как буду заливать рассол ну вот в принципе все сейчас зальем рассол и все и будем его сутки точно солить а может больше посмотрим ну и так друзья вот наш карп просолился солился он полтора суток я его не вымачивал так как он солился в рассоле и он не должен быть соленый должно быть все нормально сейчас мы его будем обвязывать то есть он у нас просолился полтора суток сутки он провисел в комнатной температуре и сейчас мы его объяжем и будем коптить для обвязки нам понадобится вот такой вот шнур видим да то есть что мы сейчас делаем карпа переворачиваем вот так вот видим да чешуей внутрь берем делаем в общем и голова так вот завязываем узел хорошие так вот следующий берем петлю и делаем обвязку обвязываем хорошо чтобы он не упал на скоптильне у кого конечно есть решетки можно так и не обвязывать можно просто положить решетку и все тут мне немножечко неудобно так как стоит камера теперь мы переворачиваем нашего карпа на эту сторону и там где мы делаем петельки вот так вот объязываем там где голова у нас мы делаем узел вот так то есть наш карп будет подвешиваться за хвост и он так будет висеть в коптильне ну что сейчас я минут сорок его оставлю еще немножечко обветрится и сейчас буду подготавливать нашу коптильню так друзья вот наш карп в коптильне только что у нас пошел ливень и немножечко его намочил то есть сейчас я поставил уже коптильню включу примерно на 30-35 градусов коптильню чтобы было и продержу примерно полчасика чтобы он немножечко обсох а то немножечко у нас сейчас стал влажный пошел ливень так ну что сейчас полчасика и я буду пускать дым в принципе как буду запускать дым коптильню я включу и покажу что же в нас как где идет так ну что начинаем такой с той стороны так ну вот подсох наш карп сейчас запускаем дым и выставляем температуру на 80 градусов вот так вот все продолжаем так ребят прошел уже часу 10 минут давайте посмотрим что у нас получается цвет офигительный он мягенький он мягенький совсем такой так ну что очень красиво давайте я еще покопчу минут 20 и я думаю хорош цвет очень классный все минут 20 температура 85 градусов так друзья прошло у нас так друзья прошло у нас еще 20 минут давайте посмотрим что получается ну что в принципе карп уже готов все классно он очень мягенький такой наверное все прекращаю я копчение возможно завтра я еще дам холодный дым пускай немножечко обсохнет весь жирный такой цвет красивый вроде бы все получилось классно как то так ребята ну что кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока до скорых встреч так вкусняшка все ребят всем пока спасибо 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 спасибо